Здравствуйте, здравствуйте. В общем я обновил маточник, он также остался стоит 200 рублей, но стал немножко побольше и как по мне поудобней. Дверца теперь находится внутри и перегородка между ареной и ходами тоже теперь находится внутри, то есть не вытаскивается наружу. Покровное стекло легко убирается в обе стороны. И именно в маточниках я и содержу свои небольшие колонии винаторов, рексозусов и всякого панеровидного. И отправляю я точно так же в этих инкубаторах. Плюсов у этого довольно много. Во-первых, семья пока живет у вас, вполне хорошо развивается, ведь условия ее полностью устраивают. А также в процессе отправки муравьи не очень сильно стрессуют, ведь они остаются в своем же домике, у них не меняется окружение. Да и переселить из этого домика довольно просто. Сам по себе инкубатор небольшого размера и помещается на арены очень многих фармикариев, так что можно просто поставить и открыть заглушку. Ну а сзади, если вдруг он все-таки не поместится к вам на арену, есть место, куда можно подключить трубку. Само собой у него есть автоувлажнение, то есть гипс будет всегда стабильно влажный и очень хорошая вентиляция. И конечно же он ставится один поверх другого, что экономит ваше место на полке. А также туда можно посадить любого компонотуса, но кампом зачастую и в пробирке вполне комфортно. Само собой на них есть опт. И вот эту надпись справа, антипи, можно поменять на абсолютно любую надпись. Цвет тоже можно сделать любой, у меня наверное штук 30 разных цветов. Ну и сделал вот такую вот интересную штуку. И пожалуй такая штука должна быть у любого кипера дома, ведь она сделает намного легче переезд муравьев из одной пробирки в другую. Собственно подключаем две пробирки, одеваем на них держатели и накрываем крышечкой, которая сделана для затемнения новой пробирки. Направляем на муравьев яркий свет и со временем они постараются переехать в более тепное помещение. После того, как они переехали, крышку для затемнения можно перенести немножко вправо. Тогда муравьи уйдут от входа и постараются сидеть ближе к ватке. А вам будет легче вытащить пробирку и успеть засунуть в нее ватку или же кормушку до того, как они начнут сбегать. Здесь располагается огромное количество вентиляции, а по центру большая дырка для того, чтобы просунуть шприц и налить им сиропа в чистую пробирку, тем самым стимулируя их изучать новые территории. Просто прокрутив центральную часть вы сможете закрыть это отверстие или же полностью закрыть вентиляцию в том случае, если у вас очень мелкие муравьи. Снять эту центральную часть не получится, оно печатается сразу вместе. По стоимости вся эта приблуда выходит ну где-то рублей в 50. То есть она стоит дешево, но технически очень полезная штука, особенно если у вас довольно большие семьи, которые все еще проживают в пробирках. Ну и на этом сегодня все. Такой вот вам маленький видосик, чтобы вы не скучали. До свидания!